Добрый день! Компания ЗапКия. Сегодня мы вам расскажем, как заменить актуатор турбины на автомобиле Киа Сорета 2007 года с двигателем D4CB мощностью 170 лошадиных сил. Основной причиной замены данной запчасти является периодичная потеря мощности и, как следствие, дискомфорт во время езды. Производить будет замену мастер Анатолий. Расскажем вам мелкие нюансы, необходимые при данной работе. Завтра у меня Анатолий. Буду сменивать актуатор турбины на Киа Сорета. Вот так выглядит сам актуатор. Это новенький. Сейчас будем ремонтировать старый. Первое, что сделаем, это продуем все в воздух. Снимаем защитную крышку. Следующий. Будем снимать верхнюю крышку. Подошлый фильтр. Он у нас скрепится на четырех защелочках. День ремонтатор. Поднимаем кандидатную кандидатину на Киа Сорета. Продолжение следует. День ремонтатор на Киа Сорета. А как-то приезжают к автомобилю с таким ремонтом? А почему происходит эта поломка? Чаще она происходит из-за хамотик у нас сломался и нередко все, а хамотик по воздушному обломился. Смотрим, что наличие грязи и мусора говорит о том, что воздушный фильтр менялся не своей линией. Покажу больше, воздушный фильтр замяло до такой степени, что его сломало пополам. Вот. Видим, что мы здесь. То есть жалобы клиента на потерю мощности. А почему происходит это? Какая причина? Не своевременная замена воздушного фильтра. То есть корпус воздушного фильтра тоже визобь. Тут еще, где сюда хорош sembla 했어? Вот. Он сломался. Откручиваем сапог, он у нас крепится на одном болту и двух гаек, но одной гаечки не хватает, видимо, кто-то его не установил. Смотрим, что находится в корпусе воздушного фильтра. Тоже находится песок, разные ветки, листья. Этого запускать нельзя. Корпус воздушного фильтра и пускной патрубок нужно будет мыть. То есть все это мы отдадим на моечку и помоем. Впосредственно переходим к самому актуатору. Вот он у нас находится, снимаем снова управление. Необходимо расконтрагает регулировочный винт актуатора с ключом на 10, придерживая при этом либо гибельцами, либо плоскогольцами. Теперь берем ключ на 11 и откручиваем 4 болта, которые его делают. Сколько времени примерно уходит на весь ремонт? Замена актуатора. Все зависит от года автомобиля. Иногда болты в тупени актуатора очень сложно откручиваются. Но в данный момент все пошло хорошо. Я думаю, в течение часа мы справимся. Снизу расконтрагаю винт регулировку давления, потому что он мешает нам вытрукнуть нижний пол. А за что отвечает этот деталь актуатор турбины? Ну, актуатор турбины отвечает за необходимое давление в опускном коллекторе. То есть его должно быть ни меньше, ни больше. Им управляет актуатором клапан управления турбиной. И когда это необходимо, он выбрасывает излучное давление. Вот он винтик. Мы его удалили, потому что он препятствует снятию нижнего болта крепления актуатора. И поступаем к снятию винтов. Вот наш первый болтик. Производить замену лучше на холодные двигатели. У нас времени не было, чтобы остудить его. Как вы видели, болты снимаются очень тяжело, неудобно. Поэтому без практики и здоровья литра не получится. Теперь выкручиваем регулировку и снимаем сам актуатор. Вот он наш снятый актуатор. Из строя в нем выходит диафрагма, которая находится в руке. У нас на крышке воздушного фильтра установлен датчик ДМРВ. Датчик массы расхода воды. Так как фильтр очень сильно был забит воздушно, то в самом датчике также имеются листья, палки и глядь. Этому необходимо помочь. Что мы сейчас здесь делаем? Поехали! на мой взгляд датчик чист отверстия под болты обработаем медным спреем в дальнейшем даже сейчас все это скрутилось и вращалось легко вот наш актуатор сперва наживляем регулировочный винт входа актуатора иначе не получится ставить болт потом уже закручиваем оставшиеся вверх и нижний болт затягиваем болты крепления а нету опасности перетянуть если есть опыт то все подобного не произойдет выставляем свободный ход штока то есть между штоком актуатора и приводом ВДЖТ должен быть свободный ход сейчас у нас есть оттягин но после этого то есть когда мы его нашли на пару миллиметров мы поднимем опустим шток актуатора вниз чтобы у нас был ход нагрузки необходимо для того чтобы при сбой с избыточного давления порт срабатывал активно так фиксируем гайки регулировочный винт следующее устанавливаем регулировочный винт давление турбины разжигаем гайку фиксируем для гайки но не затягивается потому что нам предстоит еще отрегулировать давление на полостом ходу устанавливаем нижнюю часть лодочного корпуса который мы уже помыли на полостом ходу на полостом ходу Гречки у нас одной не хватает на корпусе предостающую мы сейчас установим клетчика устанавливаем ее устанавливаем надеваем шланг одеваем шланг складываю управление турбина на актуатор устанавливаем адекватер буты устанавливаем новый вот он наш фильтр старый фильтр шоу негодность с с с нижней частью обычно его устанавливаем 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 на первую крышку устанавливаем на первую крышку и устанавливаем на первую крышку дизайн на первую часть Устанавливаем датчик ДМРВ, который мы помыли. Зон. И прикручиваем пинты. Все у нас собрано. Теперь приступим к тому, что нам нужно отрегулировать актуатор турбины. То есть давление турбины, чтобы не было передов. Пользоваться будем лаунчем. В принципе, это все равно, чем какой диагностик. Главное, нам нужны параметры работы турбины. То есть на любой из диагностик можно это увидеть. Сейчас запустим двигатель. Пользоваться будем лаунчем. Гранич. Гранич. Вот сейчас выбираем нестабильную для нас автомобиль. То есть, если есть СОРЕНТО ВЛ 2008 года, заходим двигатель. Заходим в поток давных и в потоке давных у нас есть ДАВЛЕНИЕ-БЫСТРА, который показывает нам давление. Выбираем его. То есть, у нас сейчас один ДАВ, но здесь всё должно быть. То есть, сейчас, на данный момент, у нас турбина привезёт. В момент, если необходимо сбросить. До 1.1 либо 1.1. ДАВЛЕНИЕ-БЫСТРА 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 ДАВЛЕНИЕ-БЫ Państwo ДАВЛЕНИЕ-БЫСТРА 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 бинт на паспорте ну вот у нас сейчас 1 бар это не нормальное давление для 100 так и оставим и так зафиксируем этот сам бинт закрывается визуально все отошлось работает отлично и на этом и закончилось